всем привет дорогие друзья сегодня у меня распаковка обзор новинок без макияжа потому что будут будет много продуктов много палеток и на какие вы захотите чтобы я сделал обзор на такие сделал отдельное видео итак мы начинаем с вами с двух шарлот это две палетки теней две палетки теней это вот первая палетка лакшери палет of pearls я знаю что вышло две такие палетки но одна доступна на call beauty и на других сайтах типа beauty лишь автора недоступна 2 это такая же версия только более к сереневатая версия и по моему она доступна только на сайте charlotte и посмотрите на эту красоту очень красивая упаковка здесь конечно без всяких сомнений только из одной упаковки хочется приобрести эту классную что и посмотрите на эти великолепные оттенки здесь конечно самым крутым оттенком является вот этот оттенок он до хромит он очень такой красивый глянцевый атласный как вот есть в прошлый коллег все оттенки были вот вот такие это тоже до хромит но он не такой глянцевый да он другой текстуры и видите маленький видите маленькие звездочки которые я уже конечно затерла немножко потому что уже пользовалась давно аналогичные звездочкам на упаковке вот этот прекрасный оттенок очень красивый сейчас я его вот так немножко по покручу он переливается персиковый таким золотым немножко зеленым даже и в зависимости от того на какой базе он лежит но он по-разному смотрится но это самая любимая моя гамма сколько у меня же похожих оттенков было я обожаю персиковые до хромы в общем рядом оттенок такой вот бежево-розоватый он такой вот тоже блестящий но уже другой текстуры он не такой глянцевый но не до хромы нижние два оттенка но они прикольные ну а ты такие в принципе обычно здесь опять же такая же текстура как у верхнего оттенка красивая красивая золотая тень вот они вдвоем прям как парочка такая потому что это тоже золотитый этот но только этот не до хром и такой бронзовый оттенок бронзовый самый обычный у него по моему в какой-то палетке есть прям такой бронзовый и так вот такая гамма конечно я больше пользуюсь вот этими двумя оттенками с вам показываю стоит ли купить ее ну смотрите сами я конечно купила ее только с этого оттенка но в целом мне эта палетка в общем нравится всеми этими оттенками их можно взаимодействовать и использовать вместе вот этот как бы бронзовый ну по мне так он можно было что-то другое использовать более темное матовая для затемнения шарлотта решила что этот оттенок подойдет вот просто этот оттенок у меня есть другой палетки шарлотты но шарлотта делает такое иногда хотела бы я еще посмотреть на палетку аналогично только в более середневатой гамме вот но эта палетка мне очень очень раз следующая палетка от шарлотты это супер нюц это такая маленькая палетка на шесть оттенков шестерочка и выглядит вот так вот и я не покупала раньше ее шестерки и мне что-то захотелось мне показалось что это гамма ну в принципе может быть и встречалась но все равно она отличается от ее отличается все таки от палеток большие длинных и там у нее по моему нету в четверках таких оттенков и вообще вот эта палетка мне понравилось что она универсальная подойдет на каждый день очень красивые шелковистые оттенки такие прям легкие легкие нежные конечно с этой палеткой вы не добьетесь чего-то такого яркого насыщенного но вы зато сможете сделать полноценный дневной макияж даже вечерний но такой прям аккуратненький на работу на учебу как я говорю какие-то приличные места вот и покажу сейчас поближе вам я использовала уже достаточно активно эту палетку посмотрите тени шелковисты видно прям по текстуре не скажешь что они какие-то там блестящие или матовые то есть сама текстура шелковистая и даже по черному видно что это не прям матовые оттенки а такие они матово-сатиновые вот такая красивая классическая коробочка шарлотты залапывается очень понравились оттенки прямо на каждый день и если я например использую палетку какой-либо или какой-либо шиммерный оттенок на подвижное веко я затемняю и оформляю века вот этими оттенками сейчас на каждый день когда быстренько мне лица эта палетка на две части как шарлотты и распределять это дневные оттенки и это как бы дэйт ай-дэй-дэй-дэй-дэй я так понимаю это более такая вечерняя может быть гамма да для более второй половины дня а это более дневная но я их использую все вместе смешиваю потому что я и стрелочку могу этим черным оттенком сделать так давайте посмотрим оттеночки на свочек первый оттенок он вот такой вот такой песочный вот он на пальце очень такой нежный но и его видно вот посмотрите да его видно второй оттенок он более такой персиковаты на пальцы смотрится достаточно насыщенно потому что набираю для свочи конечно кисточкой в растушевке смотрится очень натурально и не так теплит или ржет что ли потому что кисточка все-таки разносит делает дымку дальше вот этот мне очень нравится оттенок ведь у меня самый такой затертый уже так он обожаю такие оттенки он такой коричневатый сатиновый как красное дерево розовое дерево и вот я его люблю потому что он более холодный по отношению к этим более натуральный и он очень нравится как он ложится на коже вот дальше светлые оттенки я и этим этим часто прохожусь по складке этот вообще такой светленький его можно в принципе под бровь тоже использовать так давайте его вот здесь рядом он под бровь наверное все таки будет разовить он прям цвет складки я бы сказал что до растушевочный вот видите его да здесь на пальцы он ну вот такой на пальцем конечно били оси и она кожи по-другому вот он смотрится видно в принципе он прям с кожи сливается поэтому хорош для растушевки дальше более такой дымчатый и бежевым оттенок чего и тоже очень такой легенький вот он и черно-серый я бы не назвала его прям черным но он такой очень интересно видите какая текстурка текстурка как будто он блестит да и не сказать что он матовый но и сатина в нем такого нет и блесток нет просто это такая шелковистая текстура которая превращает в такой немножко с сатиновый эффект дает вот благодаря такой шелковистой текстуре тени ложатся очень мягко нежно и если есть какие-то возрастные складочки изменения то текстура это не подчеркивает текстуру кожи а наоборот сглаживает в общем посмотрите на палетку очень прям мне нравится в качестве базовой дневной а коробочка вот такая кажется недавно я показывала палетку для лица да тоже супер нюц серия и эти тени вышли вместе с палеткой для лица то есть про вот эту говорю вот они вышли вместе очень мне нравится что я и эту палетку купила и палетку для лица очень классные но текстуры разные здесь более такая тугая запеченная текстура здесь шелковистая как прям нежный шелк очень легкий дальше палетка от воин госа у меня первая палетка тени от воин гос у меня есть bronzer скульптор душечка летом которая вышла а вот палетки у меня не было и я решила заказать все таки уже у него вышло порядка четыре палетки вам-то 4 и именно это мне больше всех понравилось вот так она выглядит все очень лаконично очень дорого и по люксово да вот так именно по лакшери люксово ну мне так кажется что у него такой стиль стиль предназначены для взрослых богатых дамочек вот у него в принципе вот и bronzer выглядит точно также сейчас напомню я как-то показывали там наверное вы подзабыли на то есть то же самое ничего такого супер замысловатого даже ничего не отличишь где тут палетка для лица где-то тени в общем да палетка для лица выглядит вот так мне нравится пользуюсь не так часто в принципе но у меня много палеток и текстура вот этого бронзера и скульптора очень похожи схожи с тенями сейчас вам покажу тени покажу какую все таки я палетку по оттенкам приобрела потому что самая первая которая вышла и и конечно очень многие пиарили и рассказывали про нюхкана классная но там мне по оттенкам показался очень рыжий и я правильно сделал что не взяла на действительно очень рыжая даже брать только из-за того что попробовать тени потом не пользоваться не хочется но мне рыжие оттенки не идут потому что я сама достаточно светлая и у меня кожа прохладная и очень все на мне рыжий и так вот вот так выглядит прекрасная палетка называется она турмалин и мне показалось что в качестве первой палетки от военгоста стоит именно эту попробовать у него есть еще палетка который меня привлекает такая голубая с серым и возможно возьму но пока я думаю потому что хочу протестировать хорошо эту я уже ею сегодня первый раз накрасилась вот у меня на макияж этот сделано этой палеткой что я хочу сказать что эти тени они очень шелковистые они легкие как похоже чем-то на палетку шарлоты которые только что вам показывала то есть текстура шелковистая предназначена для мне кажется таких взрослых женщин да не обязательно конечно просто такой стиль такой подход к созданию теней потому что на молодом веке все эти не прекрасно растушуются а уже на взрослом веке нужно более легкая шелковистая текстура которая подстроится под измененный уже тургор разгладить морщинки в общем эта текстура мне кажется такая и конечно у него рефилы посмотреть какие огромные но он создавал базовые палетки чтобы женщина любая взяла красилась и не думаю о том чтобы ей еще купить потому что и у тебя не заканчивается чтобы долго не заканчивается ну я так понимаю значит вообще палетка у нас получается 16 и 2 грамма 16 2 грамма то есть у нас получается здесь 6 оттенка вот посчитайте сколько у нас каждым каждый оттенок ну достаточно много сейчас я вам покажу поближе и расскажу про каждый оттенок и так вблизи до палетка вот такая черная глянцевая лаконичная залапывается конечно ну что поделаешь и здесь у нас зеркало и вот сама палетка сначала мне казалось зачем такие огромные огромные рефилы ну может быть но у меня такая такие же рефилы мне кажется большие в бобби браун в наборных палетках мне кажется там тоже такая такие большие вот в общем у нас тут получается несколько текстур текстура спаркл спаркл она мне не очень понравилось сразу говорю все-таки почему-то спаркл здесь достаточно сухого фат и похож он на бобби браун опять же у бобби браун такая такие сложные спаркл и вот именно в квадратных однушках не в круглых монстон вот этот как у меня есть а вот именно вот эти спаркл и потому что набирая пальцем сразу лоснится сразу замыливается набирая если кисточкой то ну как бы не очень набирается тяжеловат такие блестки летят в сторону вот видно будет да вот так блестки в общем летят сторону оттенок неплохой я его сегодня наслаивала на вот эти кисточкой попробую нанеси в общем все то же самое что у меня в бобби браунда этот оттенок мне кажется все провали честно и не знаю если у кого-то есть похожие ну вот пальцем наносится да ну опять же начинают затираться вот он он красивый но он такой легкий не сильно и такой блестящий да опять же у него все тут так выдержано и вот на веке он если уловить но я его наносила на спаркл кремовый вот перенести его я наверное вам не смогу на руку трудновато потому что нужно на липкую поверхность точно его переносить вот на пальчики покажу остальные оттенки все очень классный мне понравились но такая легкая шелковистость как я люблю такие тени а там форда может быть встречаются такие текстуры и и сон лоран мне кажется и сон лоран или вайсел да вот такие тени вот с такой примерно текстурой кто помнит знает я может быть если буду отдельно снимать на эту палетку обзор я там покажу и так давайте быстренько сделаем сочи розовенький такой нежно сатиновый вот вот такой хороший прекрасный оттенок вот этот красивый бежевый очень нравится такие оттенки любят многие женщины не замысловаты такой вот бежевый и для складки для подвижного века она иногда хочется найти какой-то бежевый оттенок повседневный чтобы не розовил и не в красную не уходил вот он такой бежевый стандартный классный оттенок очень кстати мне нравится красивый дальше у нас вот такой красивый бардель у нас такой бордо красивый сатиновый люблю такие сатиновые оттенки вот он для растушевки очень хорош и он не яркий все эти оттенки они приглушенные опять же для коммерческого макия дальше есть кто-то еще вот такой тоже бордово-красный оттенок нам более розовее здесь он более сатиновый здесь он так скажем просто матовый шелковистый я бы сказала вот такой да этот явно темнее видеть этот розовее так и у меня не хватает пальцев потому что оттенков 6 и тут красивый такой коричневый оттенок он достаточно очень мягкий хороший посмотреть пигментированно хорошо набирается но он не будет у вас таким прям очень пигментированным как там в палетках патмоград до растушевать его будет легко проблем не создастся в общем вот он такой очень красивый затемняющий оттенок ну и мы попробуем с вами все таки перенести оттенки чтобы посмотреть как они переносятся спаркал не буду переносить даже пытаться так это у нас этот красивый бежевый это розовенький еще рядышком этот бордо ведь они отличаются чуть темнее чуть розовее для растушевки хорошо его использовать чтобы чтобы такой яркость что ли придать немножко разбавить скучность макияжа например да если вы хотите и вот коричневый но в общем посмотрите да гамма такая классная дневная можно вечерние сделать вот шелковые легкие нежные тени сказала бы что прям нежные пигментация тут нормально хорошие но они опять же коммерческие клиентские и я бы сказала для таких дам в общем если вы напишите мне что нужно делать с этой палеткой макияж я сделан в общем он на мне но мне нравится за исключением странного спаркла напишите если у кого-то есть палетки военгоз или это или другие спарклы у него все-таки суховатые что-то мне очень напоминает еще раз говорю сени бобби браун у них такие же спаркл странные которые в постоянной коллекции спаркл да не порадовал но порадовали остальные тени покупала я на бьюти лишь что мне показалось странным очень криво наклеены сзади вот видите торчит во первых наклейка как будто не знаю в китае клеили сзади может быть кто-то к этому не придирается сзади тоже кривовато наклеена вот видите наклейка вот как-то как-то так тени хорошие внутри но хотелось бы чтобы такие дорогие люксовые продукты и оформляли получше ну здесь нет не было такой наклейки здесь не к чему придраться здесь вот они странно здесь выпито и прям проштамповано на коробке здесь просто наклеили просто наклеили эту хрень также у нас сегодня еще одна палетка четвертая палетка новинка все палеточки видите такие маленькие поэтому я их объединила в одно видео я обычно делаю на какую-то большую такую грандиозную палетку как там отход дед поэтому град отдельное видео но возможно и на эти палетки отдельное видео если кому-то зайдет и кому-то нужно будет в общем эта палетка у нас от физи-арт визи-арт я очень люблю этот бренд и много показывала в своем в своих видео и хотела именно эту палетку я не все палетки беру некоторые пропускаю на некоторые не так мне прям привлекают а некоторые мне очень нравится называется палетка кашемир у нее есть такой хвостик и она вот так тянется многие палетки так открываются он визи-арт они могут вставиться вот таким образом можно как зеркало использовать и краситься удобно набирать ну я как бы не всегда так использую ладно очень радует что тени все и эти и воин гост пришли целые они пришли с вами с сайта beauty лишь воин гост по моему только на пить и лишь продается визи-арт вы можете купить везде но я купила сразу на beauty лишь на beauty лишь никогда не приходит разбитых палеток какой же у них крутой сервис да у них мало скидок почти никогда не бывает скидок но никогда не бывают битые косметики сколько же я получаю скобить из beauty бей битых палеток я не знаю уйму почему нельзя нормально паковать как вот бить и лишь взяли бы убить и лишь за основу но британские сайты плохо пакуют бьюти лишь это американский сайда у них все в порядке и так давайте посмотрим гамма как вы видите похоже на гамму воин госа да такая осенняя и тоже что-то такое перекликается припылено серо-коричнево-бордово-розовое вот я такую гамму люблю мне такой гаммы никогда много не будет поэтому я взяла эту палеточку вот я думаю что конечно сделаю макияж я вот хочу думаю на себе или на модели мне тут просят делать макияж на модели опять то я забросила поэтому сделаю обязательно вот сейчас покажу вам вблизи и так вот такая гамма мне кажется очень похоже кстати на гамму воин госа и мне кажется немножечко похоже на вот эту палетку париж нюц от визи арт но здесь все оттенки сатиновые и а здесь все таки все оттенки не все оттенки матовые тут есть конечно же и разные текстуры здесь полностью но вот общая гамма как вы видите да на чем-то схожи просто и тут есть сереневатые оттенки и тут есть бежевые похожие оттенки вот прям один в один я так не нашла оттенка похожего вот гамма и только похоже давайте посмотрим по оттенкам значит вот этот оттенок у нас такой молочные посмотрите как густо набрался тени у тени визи арты у них всегда такое прям хорошее плотное качество они яркие насыщенные но они в то же время коммерческие подходят для на каждый день если у них яркие вот это матовые в маленьких палетках тени все-таки несколько отличается от больших я имею матовый мне кажется чуть отличается сатинов почти не отличаются все то же самое такой такой ходовой оттенок который я только что мне кажется показывала вам вайн госе вот посмотрите да такой бежевый которые любят так но вот я нанесла здесь кстати это оттенок визи арт из палетки кашемир вот это который вам показываю видите да рядом это оттеночка из палетки военгоса все-таки не отличается более холодней военгос мне казался прохладным а он видите рядом с таким бежевым немножко теплеет и вот здесь я нанесла оттеночек из париж нюдт и вот они кажется они очень похожи то есть они вот военгос и париж нюдт вот отсюда это похоже все-таки с кашемиром вот это я использовала с кашемиром не похож но хотя давайте посмотрим но этот более сероватый все таки по отношению к нашему кашемиру вот да вот здесь нет все таки он такой прям такой прохладненький отличаются все таки отличается так давайте я дальше вам покажу . конечно очень красивая и прям прям мне нравится в этот раз они очень красиво по как-то по осеннему все сделано с еще оттенки этот мы с вами посмотрели вот такой сереневатые тоже классный оттенок особенно для светлых глаз смотрите красота какая кстати классно набирается очень пигментированы и опять же сатиновые тени визиарт мне нравится использовать тоже на и на возрастном веке и на любом веке у которого есть там складочки какой-то изменен интер гору потому что не ку кожи-то века наоборот выглаживает ложится очень классно они такие прям мягкие масляные вот оттенок вот вот этот например следующий он немножко уже чуть посуше его чувствую но он и как бы блестящий как бы такой блестящий то есть видите там блесточки я так понимаю он более такой спаркловый но и он хуже переносится вот но и по блестящим не конечно вот эти оттенки больше нравится не такие прям мягкие так матовый оттенок оттенок такой вот холодный муф мауф или как вы называется вот такой он густенький вот он немного немного вот такой при наборе сводчик крошится я бы сказала немножечко все-таки может пылить такой вот сложный оттенок его нужно аккуратно набирать мягкой кистью так дальше у нас такой горчичные пальцы закончилась хотя вот так его набираешь ну конечно тут есть однозначно такой оттенок горчицы вы видите да на мне так он будет особенно хотя нет смотрите на мне он даже ничего так бежевеньким смотрится видите в палетке он и на пальце смотрится прям сильно горчичным но тут нет в общем я в общем это гамма в принципе вот видите вот третинга вместе они позволяют создать макияж более теплый потому что как я говорила что бренды преследуют все таки продать свои продукты большему количеству людей если сделать только теплый только холодным купит меньшее количество они тоже поняли так вот такое тоже в принципе очень очень часто используемый и у визиарт и других других брендов оттенок песочно такой золотой немного с бронзой кажется осень такой конечно банальный но его часто используют обычные женщины в макияже потому что он красиво смотрится и такой вот он ненавязчивый в общем оттеночек так дальше у нас остался в принципе последний ряд здесь вот такой бордовый оттенок тоже похож мне кажется напоминает оттенок визиарт оттенок военгоз но здесь маленькими микроблёстки золотые маленькие микроблёстки так и ох он очень густой и он блестящий он прям блестящий они отличаются от военгоз тем что вот этот оттенок и военгоз если вам интересно перемотать посмотрите хотя могу сейчас вам и рядом я говорила про вот этот оттенок как вы видите он тоже он тоже с микроблёстками ну давайте их посмотрим а нет они разные до разные смотрите о вангоз он более коричневатый а взят он прямо такой с линии рядом поставить но такая вот схожесть есть только тут больше оттенков и взять конечно таки поле кремовые тени были такие насыщенные так сейчас мы на руку перенесем где наши сочи не но однозначно посмотреть какой густо наносится у вангоз а он все-таки видите чуть посуше чуть посуше визиарта прям такой густенький так это мы тестируем с вами этот ряд и у нас следующий такой красивый сиреневатый чем тогда схож с вот этим но он более белесый его можно в принципе на подвижное вековым но как бы более такой белесый он такой более белес и вот если его сравнить с вот этим оттенком на этот по счет понасыщен давайте вот но не они разные они разные этот более серовато-розоватый а это такой морозный при но они в общем в одной гамме так они в общем вот они в одной гамме поближе вот этих два оттенка один посветлять другой по и у нас осталось два оттенка такой бежевый коричневый тоже очень хорошо набирается очень такой богатый мне кажется он очень ходовой очень коммерческий посмотрите тауповый оттенок просто красота и матовый конечно коричневый просто тоже густо набрался хорошо перенесся они прям в общем но вот так посмотрите сдалека дано эту гамму мне кажется очень коммерческая очень ходовой осенненькая такая прям прям на каждый день красота микас удачная палетка тени хорошего качества очень мне нравится ну можно подождать и на скидках купить сейчас будет черная пятница за полную стоимость когда появится на колбюте я покупал тоже на бюте лишь потому что на колбюте их не было также бы появляются на бьюти бы тоже продается визи арт вот там можно ухватить со скидочками потому что часто визи арт быстро дает скидки не то что наташа динона например визи арт дает скидки частенько поэтому на этой палетке частенько было в этой палетке 217 грамм каждый рифил у нас по 063 грамма дальше хочу познакомить вас с кремовыми тенями дайна и самарикс у меня есть два варианта два вида я их купила по кстати наводки то ним я все забываю познакомить вас с татьяной моей так скажем подругой по увлечению макияжем по косметике она живет в израиле мы с ней переписываемся познакомились вот через блог через домой youtube блог она не написала ему же я не знаю сколько на 3 года общаемся таким образом 23 года и она тоже визажист и если вы в израиле вы можете к ней обратиться она хорошо красит где красивые макияжи очень много у него косметики мне кажется у него косметики больше чем даже у меня хотя у меня тоже немало вот и данные самарикс я конечно знала данный сумма ряда но у меня были тени кремовый данный самарик самый-самый первый но тогда у него была неудачная формула я купила пять штук выкинула потому что они засохли через три месяца но начали люди ругаться и она изменила форму и теперь формула просто совсем другая великолепная обалденная нас дело совсем другие тени и добавила все всяких блестящих вот в общем да и вот именно на эти блестящие тени не то они сделаны вот как сказал попробую я все сомневалась что она опять то же самое сделала и я была в шоке когда в общем получила эти тени и я теперь хочу купить еще еще они очень классные наталья оставлю внизу ссылочку кто хочет переходите на канал instagram и кто в израиле живет может познакомиться с ним и так вернемся к данессе в общем вот эти в таких упаковочках тени файлс color fix и это тени вот в таких кремовые тени вот в таких тюбиках вот такие у нее стандартные у нее матовые в таких же тюбиках а это вот я решила попробовать falls falls это как тени спаркла блестящий один из них то есть вот этот у меня мелкий по-моему называется мелкий вы да вот вот этот мелкий вы он у меня сегодня на глазах он просто просто сказочный я сейчас вам покажу свочи вы поймете можно конечно их и наносить самостоятельно я сегодня прибывала спарклом и звайн госа но долго нужно сушить потому что если вы не досушите быстро глаза начнете открывать прилипнут складочки друг другу и вот этот очень красивый ну вы видите да это персиково-розовый мой любимый оттенок называется он олен или и сейчас я вам покажу свочь она сделала сейчас достаточно жидкую текстуру что радует потому что раньше не стюбика очень туго плотно выходили из-за этого они там засыхали и потом не выдавливались так ну вот посмотрите на эту сияшку она высыхает и с руки прям вообще не стереть только там спецсредством но с глаза тоже соответственно посмотрите как плести классный оттеночек очень красиво здесь вот он до под лампой на плоскости плоская рука да он не так объемно смотрится а вот на подвижном веке он достаточно объемный это персиково-розовый я надеюсь что они конечно долго будут у меня не засыхать не как первая ее партия вот и я на этот оттенок использовала тени и шарлотты спаркл который показывала сейчас он покажет следствия упер вот этот потому что они мне кажется ну просто идеально подходят друг другу и когда сверху наслаиваете вот из этой палетки оттенок да вот этот у нас наш спаркл сияние просто очень красиво просто невероятное все-таки мне нравится дублировать и наслаивать отдельно я не люблю тени оставлять ну как-то как-то мне наверное не привычно обоязнение всегда покрываю даже такие блестящие каким-то спарлам конечно же такие блестящие не нужно покрывать аналогичным спарклом такого же цвета можно конечно чуть другого не так прям важно но чтобы это был блестящий спаркл чтобы не перекрывалась вот эта текстура блин так ну и два еще вот таких кремовых продукта twin flames называется мульти хром пигмент для лица и глаз как у дайнессы называется эти продукты мне еще больше понравились также по наводке то не посмотрите они похожи на такие же продукты от наташи диноны но наташи динона не более такие полегче я бы сказала а тут просто супер бешеный пигмент я просто восторге восторге от них я хочу все все оттенки они просто сказочные бомбически они очень плотные сейчас я вам покажу их поближе выглядит очень кстати классная такая упаковка такие кристаллики мне напоминают и давайте вот по очереди у меня оттеночек вот этот рулов и посмотрим оттенок очень красивый конечно акцент какой-то делать нули в качестве тени и сверху какой-то мульти хромный пигмент посмотрите на эту красоту из голубого в такой изумрудный он переливается вот такой вот называется он sweet hot в общем на сайте вообще на сайте call beauty смотрел да вообще на всех сайтах вообще свочи оттенки совсем не соответствует тому что вы выбираете я думал он вообще будет какой-то бледный и вообще не такой и посмотрите на эту красоту короче зелено-красный какой-то очень красивый зелено-красный такой пигмент вот он сверху я также наносила кстати тени из палетки шарлотты из celestial pearl ну вот только что вам показала да это же бомба смотрите потому что этот золотой оттенок золото-персиковый здесь и здесь есть они просто вот сказочные мультихроматики кстати мне еще пришел вот такой оттенок от наташи динона с которым я как раз и сравниваю вот этот оттенок мы сравним то есть я заказала этот у меня был потом все-таки появился у меня не хватало до полной коллекции мультихроматиков от наташи динона вот такого оттенка называется он у нас skype skype жук скоробей я так подозреваю вот и сейчас мы его протестируем он тоже классный вообще эти тени тоже мне очень нравится но они немножечко но мне кажется не такие прям сияющие они больше такие нежные и не такие плотные а у донессы они все-таки такие по плотнее вот даже вы видите да но эти оттенки разные здесь он прям зеленоватый это у нас донесса хотя хотя вы видите да очень похоже можно было один оттенок какой-то не брать но не знаю мне показал что они разные и по-моему я в разное время купила но кому ну кому нужно очень вот этот цвет и вы не можете его купить потому что все таки сейчас опять он по мороз продан может быть где-то можно его купить его долго не было он появился и можете купить вот этот свит хат от данные сып потому что они ну очень очень похожи также из кремовых теней я никак не могу показать не найду время тени кремовые или конкрет от крыгина это первый мой конкрет я очень долго не покупала с момента выхода вообще мне не привлекали эти они плохие отзывы были на то что текут из как бы тюбика и вообще что-то непонятное но я решила купить купила в золотом яблоке там можно со скидками купить в общем я купила пока для эксперимента бежевый оттенок но мне там понравились еще другие оттенки думаю какие-нибудь интересные куплю вот такой коробочки находится в общем этот конкрет открывается крышечка у него откидная то есть удобно и вот такой тюбик у нас получается здесь четыре с половиной миллилитра здесь инструкция бумажечка такая все и в домике больше ничего нет я в принципе не разочаровалась сам продукт мне понравился как тени держится хорошо но губы как некоторые наносит однозначно нет только для фото фотосессии потому что сушит и не очень приятно на глазах как кремовые обычные тени хорошо смотрится бежевый оттенок очень классные сейчас я вам покажу поближе у нас коробочка получается и маленький продукт не знаю нужен ли больше но не знаю нужно ли больше но я вам сейчас покажу один продукт который на бьюти бы купила и очень жалею что я не обнаружил их раньше и не купила там все которые в несколько раз больше по моему два раза и стоит дешевле они стоит точно так же вот так в общем носик но наверное то что о чем говорили многие да что вот течет из носика но в принципе но у меня сильно не течет нельзя надавливать сильно я очень капельку прям надавливаю вот и этого количества достаточно прямо на два глаза ну можно вот смотрите сейчас если так прям слегонца для растушевать на два глазика хватит можно чуть больше выдавить но что по более насыщен и пигментированности это оттенок бишь он очень красиво смотрится на веки вот такой телесные и под многие оттенки теней мне нравится наносить просто в качестве базового оттенка чтобы века у нас было не розовым без прожилок просто тонирую и наношу там любые тени сатиновые матовые причем хороший продукт я думаю попробую еще хочу оттенки поярче там не привлекают изумрудные там по моему но сейчас сравню с другим продуктом и может быть на бьюти бы опять возобновляют продажу этих конкретов так скажем в общем это дипексин вот такая коробочка я вам скажу что здесь 12 миллилитров в три раза я сказал в 23 в общем у него нет такой железной коробки палочка внутри я как-то забыл вам почему-то показать показать потому что это яркие оттенки для дворчества я брала есть вот такая палеточка мне очень нравится на ней смешивать тюбик смотрите и там тоже были бежевые оттенки просто я не успела взять розовый оттенок но по качеству они немножко разные более жидкий у крыгина и при этом с ним легче работать честно да и дипексин он более густой как эмульсия немножечко он такой прям плотненький давайте я вам покажу он конечно смотрите да выдавливается прямо такой густой густой и очень до такой плотный густой но мне это и нравится им нужно хорошо быстро тушевать много не набирать продукта дохрена извиняюсь продукта очень много очень надолго хватит принцип тот же самый стоит он также но продукта больше и он по качеству плотней мне это тоже понравился с ним легче работать он жиденький мне кажется для большинства пользователей и его будет достаточно то есть он такой полегче работать но для визажистов для творческих людей где пиксел мне кажется будет удобнее выгоднее и круче у меня еще появилось несколько помад продуктов для губ я в этом видео покажу вам 22 продукта и потом сюрпризик оставлю на второе видео так во первых я распробовала и очень поздно как всегда потому что все оттенки раскуплены на литуале не знаю где их еще верю в гоше раскуплены это dior ultra care liquid это жидкие мусовые помады сейчас я такие помады очень люблю очень просто обожаю вот так они выглядят мне они нравятся за то что они жидкие но они не как раньше до обычные жидкие помады они мусовые и они прям бархатные на губах они как вельветовые не знаю как вам это передать объяснить их нужно пробовать сейчас очень многие бренды начали выпускать такие помады и our глаз я себе заказала жду и мак вышла новая коллекция мак тоже хочу вот по типу таких помад сейчас очень-очень многие бренды стали делать dior просто очень волшебство я взяла два ярких оттенка задалека кажется одинаковый но это два оттенка которые остались потому что все раскупили теперь хочу нюдовые очень классные так давайте мы посмотрим значит один у прям красный называется он 999 этого этого тюбик до означает что матово-мусовые такие помады кисточка и классический красный как вы видите вы можете наносить с аппликатора можете пальчиком я наношу пальчиком и прям чуть-чуть серединку губ растушевываю и получается очень красивый такой эффект и не скажу что зацелованных губ но натуральный губ но как будто вы их натерли но вы можете конечно сделать и прям красные красные накрасить кисточка аппликатором для такого более уже торжественного эффекта куда-то там в ресторан в общем в гости куда угодно но на каждый день даже используя вот этот оттенок красные тоже его могу носить я просто делаю это пальчиком начиная с центра гу и получается очень красиво именно с этими помадами такое получается как вы видели может быть в корейских инстаграмах там прямо такие такой эффект есть я давно хотела искала помаду для такого эффекта такой вот растушеванный легкий эффект но видно что губы насыщенные накрашены и это вот такие помады муссова не как раз дают такой эффект это красный 999 и вторая помада это оттенок 635 так 635 оттенок он немного более теплее и такой вот он кажется что они похожи вот но на губах они все таки будут разные но он более такой же так скажем но из-за этого этой рыжины он получается очень красиво смотрится как так кораллово немножко да но видите да здесь чуть теплее он 999 холоднее на губах получается прям такой эффект как у корейских моделей как у корейских девушек в инстаграм они любят такие более коралловые оттенки и если на пальчики его вот посмотреть можно вот тут просто на руке не всегда правильно оттеночек смотрится на пальчики вот на этой подушечки прям видно да какой он истинно на губах будет и еще одна помада у меня эта помада от charlotte tilbury это новинка из по моему лимитированной серии называется у меня everlasting bloom вышло несколько оттенков 4 оттенка по моему это такая красивая тоненькая помада вот так она выглядит вот такая очень интересная с губками вообще просто мими милашество обожаю очень красивые упаковки и когда это упаковки помад это смотрится просто так женственно так классно в общем я фанат красивых упаковок и меня вот производители могут взять только из-за упаковок да и привлечь упаковками на той маркетинговый ход не просто люди и посмотрите эту красоту она такая тоненькая маленькая она тоже немножко муссова мне очень понравилась эта текстура вот такой оттенок его если нанести густо будет прям насыщена насыщена такой красная кирпичный что-то между вот этими двумя оттенками будет но такой более розовый вот он до более розовая и если опять же сделать чуть-чуть на серединку и растянуть растушевать будет вообще эффект натуральный губ и среди ну и в этой коллекции естественно вышло 4 помады и там более яркие если вот такой вот такой оттенок есть поярче мне хотелось просто такой вот какой-то красно-розовый но вот сейчас он у меня на губах вы все видео его наблюдали единственный минус что этих помадок у многих наблюдается вот при как вы их откручиваете то есть когда они приходят вот кусочек стерт я так смотрю многих это то ли здесь что-то в упаковке не недоработано что тут вот кончик цепляется не знаю но в принципе то особо ни на что не влияет она не выпадает все нормально маленькие у меня вот был дефект кончик выпал я написал кульбьюти они там какую-то сумму вернули конечно колбьюти не возвращают сейчас полную сумму потому что стали они же маты раньше они могли вернуть помаду поменять все что угодно или тени сейчас все не надейтесь и так вот он красивый цвет ну и вот он на губах у меня он конечно уже под съелся но специально чуть-чуть накрасила такой эффект очень легкий а помада при том что она как бы не заявлено матовый но она стойкая и она впитывается в губы и и при мне ощущаешь она очень весомая легкая мне очень понравилась эта серия я не знаю было раньше у шарлотты тилбери такая какая-либо помада такой серии похожий но ее классические помады в толстом тюбике они другие по качеству даже матовые они ощущаются на губах а это вообще невесомое что что мне очень нравится на каждый день использовать если что нет прям светлых таких оттенков нюдовых они все вот в такой красноватой гамме но вот этот даже оттенок видите как он натурально смотрится я сейчас его с карандашом сделала иногда на работу дело без карандаша просто опять же вот так пальчиком смотрится очень классно держится хорошо мне очень нравится очень прикольный оттенок в общем эта коллекция мне прям зашла это такие обновочки моих помад были и сейчас уже конец видео почти и я хочу вам показать кисти которые мне пришли и возможно может быть кому-то пригодится этот маленький обзор это кисти sony же я планирую конечно sony g кисти обозревать в отдельном видео но сейчас хочу вам показать недавно был листок и кисти который больше года или полутора они появлялись на бьюти лишь а там именно представлены кисти sony g и на данный момент вот честно признаюсь это самые мои любимые они все-таки лучше чем рефор но не буду сравнить не разные но для меня они лучше и поэтому они самые классные я их готова скупать хочу купить все наверное честно особенно я люблю к их коричневый ворс белый ворс он в принципе хороший но лучше всего коричневый хорс и так я что вам покажу какую какой набор я один я взяла прям набор всего лишь за одной кисточки девочки я хотела ее отдельно но когда начался ресток одна минута от сначала продажи и это кисточки небо я просто не успел ее открыть открыть не успела вот хотя sony g не предупреждала что эта кисточка будет в рестоке но я заходя на сайт увидела что отсчитывается минута значит она будет но я просто не успела я не понимаю сколько было вообще кистей и почему такая фигня произошла почему мы не можем нормально купить кисти не знаю пришлось мне весь набор убрать весь набор не дешевый и там были две кисти которые у меня уже есть но мне пришлось это сделать сейчас покажу из-за чего и так вот этот набор как он там называется в общем sky не помню как он называется но он один с голубыми ручками сейчас я вам покажу некоторые даже еще не распаковала вот эти две кисти у меня уже давно были я их по штучно купила когда они были в доступности и уже давно ими пользуюсь это обожаемые мною любимые кисти особенно вот это для румян это самая сейчас любимая кисточка для румян она самая лучшая просто невозможно классно полирует румяна называется она soft chic вот такая очень удобная круглая классная форма но вот честно все свечки которые у меня были in beauty хак ухода и забросила самое классное это вот эта кисточка и она вот в наборе таком было и она продается отдельно если кто хочет если кому-то дороговато набор до набор конечно не дешево он стоит по моему 270 долларов не помню в общем одна кисточка тоже недешево стоит но кисточка в наборах дальше вот такая кисточка для хайлайтер называется она миничек она прекрасно полирует хайлайтер одна из самых моих любимых тоже для хайлайтер просто сказочно полирует хайлайт очень мягко очень классно тоже из вот этого ворса такой вот он не коричневый но в общем он и не белый да вот такой козий ворс вот эти ворса они разные как вы видите этот более упруги для румян прям классно этот менее упруги на для хайлайтер тоже очень классно и посмотрите на эти ручки но вообще конечно это самые красивые мне кажется классные кисточки дальше в наборе была вот эта кисточка эта кисточка мини для румян классик чика называется она я еще нет я ее мыла помню но я еще ее не мыла с водой и она у меня еще не распушилась она чуть больше должна быть в принципе классно мне нравится очень хорошая очень мягкая и вот честно белый ворс у sony он другой не такой как у refer и отличается он более гладкий он более дорогой и refer он чуть рыхлее и суши а этот прям такой гладенький гладенький ну сильно конечно не отличается белый ворс но и но и отличие есть вот не знаю где она делает на каком заводе это тайна наверное никто не знает пока может узнает напишите мне интересно вот кисточки конечно же японские эти все забыла сказать но у sony j японские кисти и вот эта кисть из-за которой я купила из-за которой я год ждала девочки я на романьяк но такие маньяки как мы да они способны на это из одной кистью купить весь набор я пошла на это я знал что то очень дорого бьет по моему бюджету и что у меня две кисточки будет одинаковый но вот из этой кисточки для бронзера я купила но с виду ничего такого до особенного но как же она круто растушевывает бронзер я хотела именно такую форму я искала во всех брендах я искала в хакухода нету такой ну что-то похожее но по картинке непонятно было я не рискнула и там они дороже хакухода подобный ворс я хотела именно этот ворс ни у кого этого ворса нет я не понимаю почему еще никто не не взял эту фишку sony g в более там других брендах и не сделал когда есть конкуренция это классно я конечно за то что чтобы были такие уникальные кисточки у sony g но как же их трудно и долго ждать у них выходит очень мало и вот и реально годами нужно ждать некоторые позиции это кисть слава богу что она вышла потому что я думаю она никогда не появится я никогда не заполучу я очень хотела конечно же я ее купила сейчас она в доступность именно в этом наборе в одиночке нет я хотела ее купить одну но но нет не было ее ее раскупили за одну минуту это кисточка почему она такая удобная во первых это мой любимый вот этот серый ворс он очень мягкий очень и очень удобно делать бронзер и скульптор да даже под припудривать удобно румяна удобно румяна тоже наносила классная кисточка очень очень нравится и сейчас я все кисти поближе покажу сейчас пока рассказываю про все в отдельности но и в наборчике даже еще не пользовалась не открывала был была вот эта кисть эта кисть верная вот из белого ворса как бы меньше всего она меня привлекала вообще но мне пришлось взять набор и конечно она для смахивания но я буду все-таки наверное делать и скульптурирование просто к дороге кисточка для смахивания у меня более дешевых полно буду делать или хайлайтер и для скульптурирования но по форме она все-таки больше подходит для хайлайтера вот конечно у меня есть вот этот для хайлайтера но буду комбинировать это все из-за вот этой кисти вы скажете сумасшедшие шипоголики ну да так и опять же в этом рестоке были еще кисти из наборов и набор появился с красными вот так они выглядят еще в пакетике я их еще так не тестировала почти зато тестировал вот эту вот эту кисточку я купила а три кисти но я не купила набор можно купить набором это вот про серия с красными ручками потому что у меня тоже уже были поодиночке кисти и конечно я уже не могла себя целый набор купить и задавайте еще и слава богу эти кисти были отдельно продавались вот эту кисточку я думала я очень скептически иногда отношусь к скошенным формам и думала что это скошная форма ну как бы не очень будет ну думаю я люблю для бронзера круглый или там плоские формы скошено это как-то не совсем профессионально но как же девочки я ошибалась это просто мега супер удобная классная кисточка для бронзера и скульптора а я ее когда потрогала она мягчайшая просто супер мягкая я такой вот мягкой лапки не видела не чувствовал ожидан она мягче даже вот этой мне кажется у них ну хотя у них ворс один и тот же эти серый вот этот но вот это вот это мне кажется мягче может быть просто больше она под по-другому собрана да это полотнее а это собрано немножко по-другому и поэтому она кажется еще мягче но она просто восторг как наносит скульптор бронзер никогда вы ей не напятнитесь это будет идеальное нанесение вот знаете я когда вспоминаю себя 10 лет назад до когда начинал делать макияж когда 11 лет назад я начала заниматься макияжем и какие у меня были кисти и косметика и как это все выглядело на мне на других моделях и как сейчас с помощью новых современных он продуктов современных кистей ну совсем быстрее лучше красивее все это выглядит и наносится в общем кисти стоит того чтобы на них потратиться потому что эффект совсем не такой как от простых более дешевых кистей это правда и у вас будет удовольствие от обладания от нанесения но таких такими кистями в общем посмотрите классно она и здесь наносит я наверное исполнил с вами штук по кистям самым главным я хотела большие кисти очень люблю большие кисти для лица я имею ввиду для лица до для глаз у меня очень много форум и разных и если есть какие-то хотелки то их легко осуществить они не так труднодоступны а вот кисти для лица были как бы труднодоступны потому что их не было этой полно тоже около года не было да я когда увидела я думаю ладно возьму еще эту ну она у меня я не знаю какая у меня теперь более любимая это или это обе это просто сказка как наносит бронзер и еще я взяла значит вот такую кисточку для лица потом у меня есть в синей ручки чуть меньше вот они я опять же очень скептически отношусь к вот этим формам потому что не люблю сильное давление на лицо вообще эти формами не как-то для меня не устарели морально одно время и мне не нравились но кисти вот в этой форме от сониджи это совсем другие кисти это не похожи на кисти похожих формах от других производителей они полируют пудру просто сказочно и вот у меня была маленькая я очень люблю полировать свое лицо маленькая и румяна наносить я решила большую все таки взять для клиентов потому что ну как бы на клиентах удобнее быстрее чуть побольше использовать кисть вот именно вот этот рыжий коричневый ворс он очень классно наносит пудры аура глаз какие-то пудры по типу вот худой уходы сейчас такая сияющая все сияющие пудры она полирует просто замечательно и матовой тоже наношу больше все таки эти кисточками для пудры возможно одна у меня будет для пудры а 2 для румян потому что румяна которые нужно за полировать есть тоже такие тоже требует такого нанесения в общем я не пожалела о том что взяла большую но я еще раз говорю что у sony мне кажется нет плохих форм и можно с закрытыми глазами купить любую кисточку и она вам понравится настолько этот человек продумывает формы они ляпает просто готовые которые есть у всех заводов естественно мне кажется она очень 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 так прям вдумчиво подходит к выбору форм конечно у нее есть и классические формы для глаз ну как же без них но у нее есть но у нее вот все все что нужно кто так же думает как я срочно ставьте лайк и еще одна кисточка вот такая и у конечно зала потому что для интереса она конечно мне представлялась немножко другой сразу говорю на не для пудры на все лицо видите на свечечка свечка и она больше для прибыли под глазами конечно не дешевая такая кисточка для припудривания под глазами вот эту кисточку в принципе без нее можно обойтись честно вам скажу и особых таких супер восторгов у меня на не вызвала она классного качества очень мягкая просто вот лапка белочки очень 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 нежно она ощущается под глазами у кого есть такая проблема что некоторым клиентам колит колят кисти и вот тут очень нежная же зона и чтобы припудрить нужно прям аккуратненько вот эта кисточка она прям для таких клиентов или для таких девушек то если вы себе смотрите вот это наверное все кисточки и последние куплены из рестока я так думаю что на бьюти лишь конечно же на sony g не будет никаких скидок но вообще кисти sony g не стоит вообще ждать скидки если появилась какая-то форма срочно берите если вы очень ждали лучше не ждать ее раскупят за неделю это не знаю максимума так как я говорила ее за за минуту некоторые формы раскупают вот так охотятся и ждут некоторые покупатели до ближе и так давайте посмотрим поближе эту кисточку называется она face pro из серии в принципе так и называется про серия с красными ручками и вот такая она мягенькая кисточка которая называется и но чик про если я правильно выговариваю очень странным заняно чик про очень такая упругой тоже из козьего ворса такая кисточка свечка я ее тоже еще не мыла возможно на распушиться чуть побольше будет дальше две кисти с плоским срезом flat top да как на ней называются одна меньше но одна из спросе или с красной ручкой и 2 у нас из серии синяя ручка смов баффер это кисточка поменьше в диаметре тоже в принципе хорошо полирует и вот такая красная ручка называется она баффер про любимая за которые все пришлось купить весь набор как я говорю это мастер фэйс так вот она называется дальше очень классная для румян софчик одна из моих любимых самая наверно сейчас любимая посмотрите ее мягкость и и упругость для румян не должна быть слишком мягкая тоже потому что есть сильно спрессована румяна которые она тоже должна набрать на классно полирует у нее вот этот ворс вот белый ворс он все-таки так не полирует он очень упругий поэтому он способен прям хорошо заполировать и и румяна не будет видны на поверхности из набора это кисточка тоже для армян классик чик к классическое она плоская не круглая как вот это да то есть она может плоскостью тушевать румяна то есть и вот так и можно вот так подтушевывать так круглая мне кажется более удобной но кто-то предпочитает такую форму потому что не всем может понравиться вот мне и такая нравится форма ею можно кстати хайлайтер тоже наносить это это хайлайтер будет трудновато вообще сложно она круглая и большую поверхность будет занимать и наносить конечно вас много будет хайлайтера а у это видите срез да и можно так потушевать на носик и пудру можно тоже наносить и так это было была моя распаковка разных продуктов и кистей все что там я покупала в процессе нескольких вот этого месяца наверное до этого месяца это мелкие продукты которые вам как-то не показывал никита там палетки как худо до который надо срочно показать всем и так не хайповые но я думаю что очень полезное видео которое поможет вам для выбора каких-либо продуктов может быть и на черный пятницу что-то себя присмотрите в общем я с вами прощаюсь надеюсь вам понравилось видео ставьте обязательно лайк и встретимся скоро очень скоро в следующем видео пока пока